Моральным авторитетом нации называют ушедшего вчера из жизни Любомира Гузера украинцы. К его мнению прислушивались многие, независимо от вероисповедания, и любили за простоту и мудрость. Об этом удивительном человеке наш следующий материал. Мудрый, доброжелательный, жизнерадостный и абсолютно простой в общении. Любил людей, животных и предпочитал простую еду. Так отзываются о Гузере его близкие. При этом он никогда не скрывал своего мнения по актуальным для страны вопросам. А в декабре 2013-го был чуть ли не единственным церковным деятелем, который не побоялся поддержать активистов Майдана. Позже, когда началась война на востоке Украины, он говорил, это та цена, которой украинцы платят за свободу. Призывал стороны договариваться, чтобы вернуть в Украину мир. Независимость легко не дается, считал блаженнейший. Любомир Гузер родился во Львове в начале 30-х годов прошлого века. Перед окончанием Второй мировой войны его семья эмигрировала. Сначала в Австрию, потом в Америку. В католическом университете Вашингтона Любомир получил образование и был рукоположен в священнике. А в 69-м переехал в Рим и со временем получил там степень доктора богословия. В начале 90-х Гузер возвращается на родину. А в 2001-м священный сенот с преимуществом в один голос избирает его главой Украинской греко-католической церкви. В свое время именно о Любомире Гузере говорили, как о преемнике Иоанна Павла II. Спустя 10 лет на посту предстоятеля греко-католической церкви, в 2011-м Гузер подает прошение об отставке. Из-за проблем со здоровьем. К тому времени почти ослеп и страдал от диабета. Но даже в отставке отдыхать он не собирался. Я еще не дал себе выморвать печи, на какие бы я мог защистить, как старый человек. Я еще хочу что-то делать. В 2013-м, после отречения от престола Бенедикта XVI, Гузера называли одним из претендентов на папский престол. Но тогда ему исполнилось 80 лет, а это предельный возраст для понтификов. Его не стало накануне вечером. Блаженнейший умер на 85-м году жизни в своей резиденции под Киевом. Здесь же сегодня утром состоялась церемония отпевания. Вечером Блаженнейшего привезли во Львов. Сегодня в городе день траура. И в эти минуты жители прощаются со своим духовным учителем. Власне, это был из тех одних духовных проведников церкви, которые продолжили справа митрополита Андрея Шептицкого и кардинала Йосипа Слепого. Дух светлый, душа светлая. Поэтому выбрали светлые квиточки. Завтра похоронная процессия пройдет по улицам Львова. А в воскресенье в соборе Святого Юра состоится заупокойная литругия. Похоронят Любомира Гузера в понедельник в крипте Патриаршего собора. Воскресенье Христова в Киеве. Субтитры создавал DimaTorzok